Так, смотрим здесь. Да, у нас это один и тот же файл, я его разделила пополам. Вы его можете прекрасным образом найти в книге Ларсен, в методичке, которая выложена на сайте в разделе стилевые типажи. Я ее продублировала и посередине, так сказать, разрезала пополам, чтобы можно было с двух сторон сопоставлять. Ну, смотрите, совсем деликатными глазками, пуговками мы, как я уже говорила, не можем назвать, но и до драматических глаз, вот они, конечно, нам далеко, да, какой-то у нас такой, какой-то такой микс. Вот здесь они, так, это драматический глаз, да, более длинный романтический глаз. Вот здесь Ларсен нарисовала вариант, но понятно, что он может быть и чуть ближе к романтику, и чуть ближе к драматику, да, то есть сама по себе идея. Понятно, что у нас повлияли оба типажа на линию глаз, на форму глаз, да, и здесь у нас, например, более длинный романтический глаз с более короткой драматической бровью. А в нашем случае, да, соединилось, например, влияние формы романтической брови и уголочек, который даже, может быть, знаете, как надо поставить? Надо поставить вот так. Вот наиболее романтическая бровь, но при этом каждая из бровей имеет вот такой характерный излом. Вот они присутствуют, да, то есть вот это то, что сделало более угольным лицо. Более длинный романтический нос, пожалуйста, получите, распишитесь, да, то, что касается губ. Посмотрите, море вариантов, да, можно и комбинированные губы, когда одна более драматическая, другая более романтическая, да, и, например, более широкий романтический рот. Здесь, конечно, с учетом того, что губы очень четко, так сказать, корректируются очень часто, да, мы можем с вами, ну, фантазировать сколько угодно, да, можем с вами, например, остановиться вот на этой форме, но здесь более четко видна линия, да, вот эта вот выразительная, более драматическая линия. То есть если поменять местами размер губ, да, то у нас вот эти будут хорошо подходить. То есть в целом очень хорошо видно, что вот между этими комбинациями мы обязательно найдем где-то и характерные губы такие. Я бы остановилась, например, да, на уменьшенные, сейчас скажу, так, что тут у меня закрыто. Верхняя губа драматическая, это более романтическая. Ну, нижняя губа длиннее верхней. Смотрите, если речь идет о длине, это один аспект. Но есть еще и линия губ. Посмотрите, у драматика они более графичные, у романтика более смазаны линии, они как бы такие вот, такие вот пельмешки более плавные. Поэтому если мериться по длине, да, мы должны бы, например, вот сюда показать. Если мериться по форме, то мы должны сюда показать. Ну, мы с вами поставим обе стрелки, потому что никто не мешает нам соединить, да, и взять принцип длины, например, от одних типажей, а формы от других. Такое тоже может быть, да. Поэтому отметим оба варианта. И понятно, что комбинируя как угодно признаки типажей, все возможно. Если есть вопросы по, так сказать, этим признакам, пишите. И на смысл.